Ничего не радует и ничего не хочется. Вчера дома ходила и повторяла фразу «хочу домой». Где мой дом, что это значит? Бог создаёт существ и выращивает их в разных мирах для того, чтобы они когда вернулись, сделали работу в теле Бога, так скажем. Бог очень большое существо, и у него тело не из двух рук, из ног. Вот всё, что вы видите на улице, — это тело Бога. И это самая маленькая часть, которую вы только видите, потому что ещё есть спектр, который человеческий глаз не в состоянии увидеть. Понятно, что вы хотите домой. Я буду с вами откровенна, я тоже хочу домой. Этот мир — мир повышенной агрессии. Вы выгляните только в окно. Не знаю, куча неадекватов ходит, но также много хороших людей. То есть не надо говорить, что здесь прям всё ад, настоящий. Я тоже хочу домой, я тоже устала. Но, понимаете, когда вы вернётесь домой и посмотрите, что вы упустили здесь, вы, возможно, будете плакать. То есть этот мир прекрасен, если знать, как сотрудничать с этим миром для того, чтобы заниматься саморазвитием. И если вы зададите именно этот вопрос, я отвечу именно на этот вопрос. А сейчас могу сказать, что ваш дом там, в той цивилизации, которая создала вас, потому что Бог не сам создаёт существ. У него огромное количество цивилизаций, которые населяют его тело, если можно так сказать. И вас создала именно та цивилизация, которая вас создала. Меня тоже создала моя цивилизация. Немножко расскажу. Всё рассказывать не буду, никак они называются, нигде проживают, потому что это секретная информация. Моя цивилизация занимается перераспределениями энергии в пространстве. И из моей цивилизации на Земле живут 6-7 человек. Не проверяла, уже, может, кто-то ушёл. Но вот 7 человек живёт в разных странах. Одна девушка, известная певица английская, а не та, которая в трусах с голыми грудью, так скажем, что нас дети смотрят, прыгает по сцене с дикими воплями, перемазанная. А хорошая такая интересная, можно даже сказать, андеграундная певица. Вот у нашей цивилизации у всех стоит клеймо в некоем месте, и это клеймо сразу вижу, когда вижу себе подобного. Вас тоже создала какая-то цивилизация, и была задумка в вашем создании. Хочу фразу такую интересную сказать. Как-то я сказала, разговаривала с теми, кто создал меня, сказала, вот нас создали по образу и подобию Бога, они сказали, это неправильно. Вас создали по замыслу Божьему, с возможностью реализации этого замысла. То есть в том, что вас создавали, был замысел. Я себя нашла, поняла откуда, что, зачем, как, и конкретно начала заниматься тем, чем занимается моя цивилизация там. Я начала заниматься этим здесь, и жизнь стала складываться как по щелчку пальцев. Но это не значит, что это райская жизнь. Это такие же трудности, если не большие, такая же боль, если не большая, которая была раньше, такие же неприятности и такие же радости. Но я каждый день счастлива, вне зависимости от того, что со мной происходит, потому что я нашла себя, и вам тоже желаю найти себя. Найти себя можно вот у нас на проекте реконструкция, описание проекта на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова